Снова приветствую на канале всех любителей японского денима. На обзоре у нас сегодня джинсы от Flathead. Ну, Flathead многие знают, многие носят сами, ношу их я тоже. Вот конкретно эта 310 модель была очень давно куплена в дениме, хотя 310 относится к серии Frontier, которые в Японии, как правило, не продавали и она больше шла на зарубежный рынок. Тем не менее, в японских магазинах эта модель тоже встречалась. По фасону она является клоном 3001 модели серии Pioneer. Вот сидит она вот следующим образом. Это Slim Fit с прямой штаниной и невысокой посадкой. Вот таким образом. Что касается денима и деталей, давайте смотреть. Используется здесь 14,5 унций на квадратный ярд. Деним средняя плотность отличается очень темным, густым, насыщенным индиго с многократной откраской нити. То есть Flathead трутся достаточно медленно, но контрастно. И у них выражена вот такая вот полосатость фактуры. Это вот их прям фишка. То есть темный, густой, насыщенный индиго. Вот посмотрим еще раз фактуру. Вот на моих вот это вот основья Flathead. Они лежали у меня довольно долго. Буду их тоже носить. Для сравнения вот мои 3001 достаточно старенькие. Вот это уже такой деним. Тот же самый деним, только уже несколько более поношен. Вот видно тут выражена вот такая полосатость фактуры. И на моих немножко другие детали. Вот на 3001 пионерская серия. И с серией Frontier я сравню. Здесь вот такая вот коротенькая арка и прошитая серия пионер хлопковыми нитями. Тогда как серия Frontier шьется поликартоном. Он менее аутентичен, но более прочен. И вот такая вот более замысловатая, видите, арка и асимметричный стиль карманов. Вот во всем остальном джинсы полностью идентичны. Давайте еще раз посмотрим. Вот просто сравним, как эти джинсы стареют. Вот уже четвертая такая шлевка. Вот стал проявляться вот этот вот бугорок такой вот верхний. Сладхеды любят тоже делать как объемные шлевки, так и объемные верхнюю кромку карманов. Так что вот так вот он. Затерлись уже. Вот таким он. Сейчас ношу их достаточно редко, но тоже ношу. Вот такие прикольные тоже джинсы. И давайте теперь новую эту пару посмотрим. Вот. Кожаный патч. Ну точно такая же примерно кожа. Немножко более гладкая, чем на джинсах серии Пионер, но это возможно как попадется. Заклепки. Ну классический для флэтхедов в стиле старинного Левайса. Вот кромка на монетном кармашке. Пуговица опять же такая в винтажном стиле. Верхний блок все вот традиционно в стиле то есть винтажно-левайсовский. То есть по нижнему краю идет цепной и по верхнему идет закрытый шов, который вот заканчивается вот таким V-образной строчкой. Который одновременно является и меткой для установки пуговицы. В данном случае вот используется молния зиппер компании универсия. Здесь она не такая мощная. Вот на триста десятых она чуть помельче такая. Ну мне в принципе хватает. Я на самом деле не сильно в этом плане религиозен, что некоторые есть только пуговицы, болты, никаких молний. Только говорят молнию как-то перекоси. На мой взгляд дичь это полнейшая. Во-первых, молния такой же аутентичный элемент классических джинсов как и пуговицы. Во-вторых, молния здесь совсем не простая, а весьма такая вот интересная. Вот Universal делают реально такие вот мощные крутые молнии. И в-третьих, сколько я джинсов тоже усаживал. Вот Flathead у меня те с усадкой. Ничего там не перекашивает, все там нормально. Да и к нее привыкаешь, то застегивать ее легче, чем пуговицы. Она как комфортный элемент. Мне для разнообразия очень даже нравится. Здесь видим скрытые заклепки. Они такие немножко скругленные. У Flathead это всегда бывает. Достаточно такой чистый аккуратный пошив. Мешковина здесь без брендинга идет. Вот на старых джинсах... Даже посмотрим. На старых джинсах мешковина с брендингом. Вот. Но это на серии, опять же таки, пионер. Материал точно такой же. Такой бежевый, достаточно плотный. Уточная нить такая отбеленная, выраженная. В кромке вплетена вот такая вот желтая нить Flathead. И подшита у меня цепным стежком. Но подшивал я не в магазине, то есть не в дониме. А подшивал я уже в салоне Пронина. Я отправлял джинсы на подшивку. Мне их подшили по почте. Так что, вот такие он тоже. Джинсы отличные. Буду их носить далее. Flathead сейчас трудно найти уже в продаже. В некоторых японских магазинах еще есть. Хотя вижу на официальном сайте какие-то джинсы у них представлены. Причем достаточно дорого. Вот. Чем сейчас можно заменить Flathead с похожим денимом? Ну, я бы посмотрел на бренд Eternal. Вот уже с вами рассматривали. Там очень похожий стиль денима, если не тот же самый. Вот тоже такая вертикальная фактура. Очень темный деним и контрастный фейдинг. Поэтому вот у меня и то и другое есть. Так что, имел возможность сравнить. Ну, а эти джинсы сняты с полку и взяты в эксплуатации. Буду их носить с удовольствием. Спасибо всем, кто смотрел. Буду по мере возможности делать новые обзоры. Носите хорошие джинсы, друзья.